Новый день, в моё окно, постучится солнце луч. Мир людей из мира снов, я пишу, я так люблю. Ожевает милый дом, настали горячий чай. Соберутся за столом, все, кого хочу огнять сейчас. Каждый представительский визит в Одинцовскую школу «Надежда» для детей с ограниченными возможностями здоровья больше похож на встречу добрых друзей. Первые всегда приходят с хорошими вестями. Вторые встречают по-домашнему, устраивают концерты и демонстрируют успехи своих воспитанников. На этот раз поводом стало вручение учебному учреждению долгожданного подарка. На встречу приехали и депутаты-единоросы. Именно этот подарок должен быть именно здесь. Почему, Ксения? Расскажи. Потому что это уникальное оборудование, которого нет ни у кого, есть теперь только у нас. Мы сегодня получили уникальное оборудование, которое необходимо нашей школе для ребят, у которых логопедические, технологические, психологические и моторные проблемы. То есть ребят, у которых есть нарушение формы двигательного аппарата, расстройство аутистического спектра, различные сложности и задержки, которые имеются у наших ребяток, мы планируем эффективно корректировать. Воспитанники школы «Надежда» встретили гостей праздничным мини-концертом. Исполняли песни, играли на музыкальных инструментах, представляли театральные зарисовки, чем невероятно растрогали присутствующих. Доклад дай, без всяких враг. Почему на сердце мрак? Я желаю знать подробно, то куда, чего и как. Генерал. Был я давил устрица, у Федота удальца. Как узрел его супругу, так и прятался с колеца. Вы нашему сердцу не даете замерзнуть. Наше сердце постоянно отзывчиво. Вы призываете нас к добру. Вы призываете нас к милосердию. Вы призываете нас к отзывчивости. Милосердие – главный облагодетель, который следуют организаторы и участники акции «Белый цветок». Возрождая старые традиции, они стараются воспитать у подрастающего поколения дух сострадательного отношения к ближнему. Именно с их помощью и был приобретен стабилотренажер, который так необходим школе. Собранные деньги, потому что ведь это копеечки, которые совершенно разные люди вносили. И это работа наших детей, потому что проходили уроки милосердия в школах, дети делали, изготавливали белые цветки, потом они обменивались на пожертвования. То есть это считается, что весь Одинцовский район трудился. Новое оборудование поможет детям развивать высшие психические функции и координацию движений. Аппарат был выбран не случайно. К его появлению в школе готовились заранее. Наши педагоги специально ездили в Санкт-Петербург для того, чтобы обучиться работе на этом оборудовании. То есть мы совершенно очевидно будем квалифицированы специалистами не только в логопедии, но еще в таком замечательном оборудовании. Мы очень горды и рады. Мы благодарим эту замечательную акцию, которая проходит на первый год, за то, что у нас теперь вот это есть. Это счастье. В жизни все бывает непогода, а обиды. Где-то простите, где-то не поддайте виду. Круто говорить сейчас с вами со всеми. Боже, сохрани вас и все ваши семьи. Елена Краева, Юлия Михайлова, телекомпания Одинцова.